Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в Большом театре в Ефесе. Это то самое место, где произошел мятеж против Евангелия, упоминаемый в 19 главе книги Деяний. Вот что здесь произошло. Апостол Павел с Акиллой и Прискиллой пришли в Ефес, где они начали проповедовать, и началось великое пробуждение. Была основана церковь, явлены чудеса, знамения. Со всех концов города приходили язычники. Услышав проповедь о Христе, они каялись. Библия четко говорит нам в 19 главе, что они начали каяться в своих злодеяниях и чародействиях, которые подразумевали поклонение идолам. Идолы, подобные этому, являлись небольшими изваяниями, сделанными в честь Артемиды, считавшейся верховной богиней в Ефесе. И когда люди стали отрекаться от своих идолов, это сказалось на производстве и продаже статуэток для поклонения. Изготовители идолов очень разозлились, потому что все это влияло на их процветание. И они собрались в этом театре. Театр был рассчитан на 24 тысячи человек. Люди заполнили его полностью. Это говорит нам об огромном количестве производителей идолов, живших в этом городе. 24 тысячи ремесленников собрались, чтобы устроить мятеж против проповеди Евангелия. И Библия говорит, что они начали кричать «Велика Артемида Ефеская!» И шум, очевидно, стоял невероятный. Но на самом деле, это были предсмертные стоны умирающей религии, которая была поражена проповедью Евангелия. Произошедший в тот день мятеж застал апостола Павла и его друзей врасплох. Это было внезапное нападение, которого они совсем не ожидали. Казалось, они обречены на поражение, но они отразили эту атаку. Церковь продолжила расти. Христиане пережили это нападение, и вы также преодолеете все, что дьявол пытается обрушить на вас. Он может пытаться атаковать вас внезапно, но у вас есть Дух Святой, который ведет и направляет. Вы пройдете через трудности. Бог обратит все во благо, а имя Иисуса в конечном итоге будет прославлено. И об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я так рад сегодняшней встрече с вами. Мы продолжим говорить о том, как отражать внезапные нападения. Дьявол охотится на вас. Он желает отнять у вас деньги, нападает на вашу семью, на ваш брат. Он ненавидит вас. Он ненавидит всех. Он желает принести гибель. В Евангелии от Иоанна 10.10 Иисус говорит, что вор приходит только, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому нас не должно удивлять, что дьявол хочет вторгнуться в нашу жизнь и нанести удар, застав нас врасплох. Но мы обладаем средствами защиты. И сегодня мы продолжим изучать 19 главу книги Деяний, которую я упоминал во вступительной части программы. Когда был в Ефесском театре, я рассказал о великом мятеже, который поднялся против служения апостола Павла. Но Павел одержал верх в том противостоянии. Это было нападение, которое застало Павла врасплох. Но Павел успешно отразил атаку. И сегодня мы будем говорить об этом, и мы внимательно изучим те события. Это поможет вам. Я расскажу вам о лучшем средстве защиты от нападения. Запишите все, что я скажу. Мы будем говорить о лучшей защите при атаке. Сначала я хочу заложить основания и прочитать вам отрывок из моей книги «Снаряженные для битвы». Полное название книги звучит так. «Вам больше не нужно терпеть, ведь вы снаряжены для битвы». Библейский подход к вопросам духовной войны и духовного оружия. И если у вас еще нет этой книги, я призываю вас, закажите ее, потому что она наполнена практическими советами, которые помогут вам жить в победе. Послушайте, что я написал на 42-й странице. Я прочитаю. В наше время большинство оступившихся верующих не оступились бы, если бы не дали место дьяволу. Эти люди признают, что оставили дверь открытой, и произошла демоническая атака. Демонические духи не имеют никакой силы погубить нас, если не найдут открытой двери. Найдя вход, они занимают удобную позицию и начинают атаковать. Человеческая плоть всегда старается обвинить в неудачах кого-то еще, какие-то обстоятельства, стремлению свалить вину на другого столько же лет, что и история о Эйдемском саду. Но вы не можете винить кого-то за свои ошибки. В этом нельзя обвинить демоническую атаку. Ведь чтобы атака была успешной, вы каким-то образом сотрудничали с врагом. Вы осознаете эту истину, и ваша жизнь меняется. Вы можете сотрудничать с противником подсознательно, преднамеренно, или по пренебрежению, отказываясь навести порядок в некоторых сферах своей жизни, зная, что в них есть что-то неправильное. Например, вы можете говорить, что дьявол хочет отнять у вас деньги, но если вы не следите за своими финансами, если вы безответственно относитесь к оплате счетов, то именно вы открыли дверь для демонической атаки. Или вы можете утверждать, что враг пытается атаковать ваше здоровье. Но если вы плохо следите за здоровьем, за своим телом, неправильно питаетесь, работаете на износ, используете тело за пределами возможностей, вы сами открываете дверь для атак на свое здоровье. Вы также можете говорить, что ваш брак подвергся нападению, но если вы позволяете себе грубо разговаривать с супругой или супругом, не проводите время вместе, не ставите свою семью на первое место, то вы сами открываете дверь, и враг приходит и разрушает семью. Список можно продолжать. Послушайте, что написано на следующей странице. Это очень важно. Большинство атак и трагедий можно было бы избежать. Например, многие трагедии случаются, потому что мы открываем дверь для врага своей злостью, горечью, гневом, медлительностью. Нападения с проникновением через открытую дверь реальны. Но демонические духи не смогут навредить, если... Послушайте внимательно. Демонические духи не могут навредить, если в жизни человека уже нет сферы, за которую они могли бы ухватиться и обратить ему во вред. В жизни апостола Павла не было такой сферы. Дьявол не мог использовать ничего, чтобы уничтожить его. Поэтому посвящение Павла Господу было его лучшей защитой от врага. И хотя он нередко подвергался нападениям извне, его лично никогда не могли обвинить в каких-то проступках или правонарушениях. Павел нес свой крест, был мертв для греха, в нем не было ничего, за что дьявол мог бы зацепиться. Его личное посвящение парализовало способность дьявола заставить его согрешить. Изучая жизнь Павла, мы можем прийти к заключению, что дьяволу очень трудно, да практически невозможно, уничтожить человека, жизнь которого освящена Богом и посвящена ему. Большинство атак, послушайте внимательно, большинство атак, верующие может избежать, если не будет давать место греху, недостойному поведению и неправильному отношению в своей жизни. Ваше личное посвящение, ваша лучшая защита. Ваше личное посвящение, лучшая защита. Я приведу вам пример из 19-й главы книги «Деяния апостолов». Давайте откроем Деяние 19. Сегодня я буду обращаться к своим заметкам, так как мне нужно поделиться очень многим за короткое время. Итак, с 24-го стиха 19-й главы книги «Деяния», там рассказывается о большом мятеже, который поднялся в Ефесе против служения Павла. Это было неожиданное противостояние, заставшее его врасплох. Начнем с 23-го стиха. В Деяниях 19-23 написано. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Слово «мятеж», по-гречески «таракос», описывает восстание или большое волнение. Это было очень громкое событие в жизни города. 24-й стих. «Ибо некто серебряник, именем Дмитрий, делавший серебряный храм Артемиды, доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». Я последовательно разберу этот отрывок, чтобы вы понимали, что там происходило и что было сказано. Во-первых, в Библии говорится, что Дмитрий был серебрянником, который делал серебряный храм Артемиды. Ефес был главным городом поклонения этой богине. Он был мировой столицей ее почитания. Сюда съезжались люди со всей Римской империи, из Греции, чтобы поклониться Артемиде. Возведенный в Ефесе в ее честь храм был таким огромным, что стал самым большим храмовым сооружением, построенным в древние времена и назван одним из семи чудес света. В этом храме стояло извояние Артемида невероятных размеров. Ефески и серебряных дел мастера и другие ремесленники изготавливали миниатюрные копии этого извояния и продавали их тем, кто приезжал в этот город для поклонения. Население Ефеса составляло около 250 тысяч человек. Но известно, что в праздники, когда в город съезжались паломники для поклонения Артемиде, общее число людей здесь возрастало до одного миллиона. Представьте себе такое. Город с населением 250 тысяч человек вмещал до миллиона человек в дни языческих праздников. Это открывало прекрасные возможности для предпринимателей. Приезжие паломники скупали идолов из серебра, терракоты и даже из дерева, ели в ресторанах, останавливались в гостиницах. Для Ефеса это был весьма прибыльный бизнес. Именно об этом говорил Дмитрий. Некто, серебряник, именем Дмитрий, делавший серебряный храм Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, всех тех, кто делал идолов, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Слово «благосостояние» — греческое слово, означавшее способность путешествовать. То есть они зарабатывали своим ремеслом так много, что имели возможность получить материальный благо, могли путешествовать, могли жить на широкую ногу. У них был источник дохода. И далее в 26 стихе говорится, «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». Слово «убеждение» по-гречески «пэйто». Я прочитаю вам, что это слово означает. «Пэйто» значит «уговаривать», «заставить изменить свои убеждения», «поддаться мнению другого человека». Это доводы, которые ведут к полной убежденности или вере, к абсолютной непоколебимой уверенности. Итак, апостол Павел своим учением, своей проповедью, своим служением был настолько эффективным, что смог отвратить людей от язычества и привлечь их ко Христу. И теперь Дмитрий, возглавивший торговую гильдию, говорит, «Послушайте, этот Павел отговаривает людей заниматься язычеством. Он убеждает всех присоединиться к новой вере. Он совращает людей и уговаривает их отречься от наших богов. Глагол «совращать» в греческом имеет то же значение, что и «извращать». Дмитрий, по сути, обвиняет Павла в извращении веры людей. 27 стих. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемида ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Когда Дмитрий говорит, что для их ремесла появилась угроза, он употребляет греческое слово «киндунос», что означает «оказаться в опасности», попасть в угрожающую ситуацию, быть в рискованном положении. Он сказал, наши деньги, наше ремесло, наша профессия, все, что мы делаем и на чем строится наша жизнь, мы все рискуем потерять из-за влияния этого Павла, который уговаривает людей отказаться от язычества и прийти в новую веру. Он извращает нравы, обманывает, вводит в заблуждение, более того, наше финансовое состояние в опасности. Он сказал, «Ремесло наше придет в презрение». Интересно. Выражение «прийти в презрение» означает быть тщательно проверенным и отвергнутым после этой проверки. Другими словами, он сказал, «Этот Павел весьма убедителен, и если люди будут внимательно слушать его, они нас подвергнут тщательной проверке, проверят все, чем мы занимаемся и начнут пересматривать основы нашей религии. И если они очень внимательно изучат ее, то они откажутся от поклонения Артемиде, отвергнут нас, наши товары, и язычество будет отвергнуто после этой проверки». Ремеслики понимали, что оказались в рискованном положении. Вот почему Дмитрий сказал «Киндунас, что значит быть в опасности. Мы в такой опасности, что великий храм богини Артемиды ничего не будет значить», сказал он. Слово «великий» также означает «великолепный, славный, величественный». Напомню, что храм Артемида был величественным строением, самым большим храмом в Древнем мире за всю его историю, одним из семи чудес света. Он поражал своим великолепием. Дмитрий, который был из гильдии ремесленников, сообщил всем, «Друзья, наши деньги в опасности. Наше дело в опасности. Люди больше не будут покупать идолов, как раньше. Гостиницы опустеют, рестораны опустеют, паломники перестанут приезжать в Ефес, чтобы поклоняться Артемиде. Над нами нависла беда, ситуация угрожающая. Мы в опасности». Их серьезно озаботило происходящее. Дмитрий даже намекнул, что храму Артемида угрожает неспровержение. Глагол «ниспровергнуть» означает «обрушить, снести, разрушить, демонтировать, не оставить камня на камне». Это говорит о том, насколько эффективной была проповедь Павла в Ефесе. «Те, кто изготавливали идолов Артемиды, начали кричать, «Мы же все потеряем! Они ведь могут даже разрушить храм, камня на камне не оставят от храма Артемиды». Стих 28. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» Слово «ярость» в этом стихе описывает состояние всплесков бурных эмоций, бесконтрольной ярости, злобы, гнева. Внезапно ситуация вышла из-под контроля. В 29 стихе. «И весь город наполнился смятением». Слово «смятение» означает накаленные страсти, быть на взводе. Бунт буквально витал в воздухе. Схватив македонян, Гаия и Аристарха, спутников Павлова, они единодушно устремились на зрелище. Библия говорит, что они схватили Гаия и Аристарха. Глагол «схватить» по-гречески «сунхарпадзо» означает «захватить», «задержать», «зацепить», «потащить». Ситуация стала просто взрывоопасной. Схваченные верующие названы спутниками Павла. Это особенное слово, которое означает «сопровождающий в путешествии». Эти люди путешествовали и служили вместе с Павлом. Они помогали ему, были его помощниками. Мятежники не смогли найти Павла, поэтому схватили следующих по важности людей, его ближайших помощников. Их потащили, в библейском тексте сказано «схватили». Греческий глагол означает «захватить», «потащить», «потянуть». На зрелище, то есть в театр. Это был тот самый театр, откуда я начал сегодняшнюю программу. Именно туда устремилась толпа мятежников. В Библии сказано, что язычники сделали это единодушно. Слово «единодушно» по-гречески «хомо-сумадон» означает «незапланированный», «спонтанный взрыв эмоций» в один конкретный момент. Многие ученые полагают, что этот бунт начался на городском рынке, который находился через дорогу от театра. Толпа начала шуметь, вышла из-под контроля. И, как написано в Библии, в один момент произошел «хомо-сумадон» незапланированный спонтанный взрыв эмоций. Началось смятение, бунтари схватили Гая и Аристарха. Вся толпа устремилась в этот большой Ефесский театр и потащила верующих туда. В 30-м стихе говорится, «Когда же Павел хотел войти в город, ученики не допустили его». Здесь мы наблюдаем силу дружбы. Согласно этому стиху, Павел захотел присоединиться к своим друзьям в театре, где их должны были подвергнуть нападкам, оскорблениям. Павел захотел отправиться туда. Глагол «хотел» по-гречески «булумай» означает, что он был полон решимости. Павел имел намерение, «я пойду и встану вместе с ними». Но ученики не допустили его. Выражение «допустить» по-гречески «ео» означает «оставить в покое». Не разрешить кому-либо принять неверное решение, совершить ошибку. Верующие понимали, что Павел вот-вот может допустить фатальную ошибку. Слава Богу за добрых друзей, которые не позволяют нам делать то, что не следует. Павел собирался отправиться в тот театр, подвергнуть свою жизнь опасности, но друзья его остановили». 31 стих говорит, «Также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище». Осийские начальники, по-гречески «осиархи», описывают людей, которые представляли официальную религию Римской империи. Они были язычниками. И Библия говорит, что они были друзьями Павла. У Павла были самые разные друзья. Он становился другом не только людям в церкви, но этот стих говорит, что у апостола Павла были друзья среди язычников. Библия говорит, что один из этих друзей был начальником Асии, по-гречески «осиарх», один из десяти правителей Асии. Он был связан с культом поклонения императору в Римской провинции, и он был личным другом Павла. Павел был человеком высокого интеллекта, и неудивительно, что он был способен дружить с людьми из разных слоев общества. Что этот «осиарх» был одним из его друзей. Друзья в греческом «филос», во множественном числе, описывает двух людей, которые ценят друг друга. И хотя он был язычником, Павел ему нравился, а Павлу в какой-то степени нравился этот язычник, и у них завязалась дружба. В Библии сказано, что этот человек был одним из тех, кто просил его не показываться на зрелище. Просил по-гречески «паракалео», указывать на то, что он умолял Павлу, заклинал его, советовал ему и даже дал юридическую консультацию «не делать то, что хочешь делать». Друзья просили Павла не показываться на зрелище, и он их послушал. В 32-м стихе повествование продолжается. «Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, и, дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали в один голос все, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская!» Стих 35-й «Блюститель же порядка», утишев народ, блюстителем порядка был представитель администрации города, занимавший самый высокий пост в иерархии чиновников Ефеса. Он сказал «Мужи Ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета?» Стих 36-й «Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво». Теперь давайте послушаем 37-й стих, потому что здесь он выступает в защиту Павла. «А вы привели этих людей, которые ни храм Артемида не обокрали, ни богини вашей не хулили». Выражение «обокрась храм» в греческом языке использовалось для описания деятельности тех, кто грабил храмы, занимался разбоем в святых местах, кощунствовал. То есть первое, что сказал блюститель порядка, «Да, нам не нравятся эти люди, их проповедь, нам не по душе их влияние на нашу экономику и языческую религию, но фактически мы не можем им предъявить ни одного официального обвинения». Во-первых, сказал он, «Они ничего не украли в наших храмах, не разграбили его, не похитили наши деньги, никого не обманули в финансах. Во-вторых, продолжил он, «они не хулили нашу богиню». «Улить» по-гречески «бласфемео» означает говорить грубо, неуважительно, неучтиво. Это значит, что Павел не отзывался неуважительно об их лже-религии. Павел просто проповедовал истину. Павел использовал интеллектуальный подход. Он пришел с силой Бога, но он никогда не оскорблял то, во что верили люди. Стих 38. «Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, и потом, в 40-м стихе он сказал, «Ибо мы находимся в опасности». «За происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Выражение «нет никакой причины» по-гречески «хайтеос» можно также перевести «нет повода», «нет преступления», «нет наказуемого правонарушения». Павел не сделал ничего неправильного. Он не совершил никакого преступления, никакого противоправного действия. Он не сделал ничего, что подлежало бы наказанию от рук собравшейся толпы. И потом, сказав это, он распустил собрание. Слово «распустил» означает «отпустил на свободу», «развязал», «распутал», «отпустил», «выпустил». Он просто сказал, «нет ничего, за что надо было бы нападать на этих людей». Они не сделали ничего плохого. Даже если их проповедь нам не нравится, в них нет ничего, за что их можно было бы лично обвинить. Личное посвящение Павла и его друзей, их образ жизни, полное уважение и учтивости, репутация людей, которые никогда никого не обманули в финансовой сфере, вся жизнь и личное посвящение были для них лучшей защитой. Все обвинения рассыпались перед их безупречной репутацией. Точно так же и ваша праведная жизнь является лучшей защитой для вас. Когда враг выдвигает обвинения против вас, когда он пытается заклеймить вас, когда вас кто-то начинает обвинять, лучшей защитой будет ваша жизнь. Поэтому, если вы подверглись нападению, проанализируйте свою жизнь. Вы можете сказать, «в моей жизни нет ничего, за что дьявол мог бы зацепиться и обратить против меня». Очень важно знать, что ваша жизнь это ваша лучшая защита. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряженные для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, «Когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве». Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и все оружие Божье. Нанесите врагу поражение. «Будьте снаряженными для битвы». В книге «Снаряженные для битвы» пасторик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божьи и поймете важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряженные для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Кроме того, вы научитесь побеждать в духовной битве каждый день. «Снаряженные для битвы» это прекрасно оформленное издание, которое содержит достоверное библейское учение. Скачайте эту книгу бесплатно. Станьте победителем в жизненных сражениях, обновив свое мышление и заняв свое место во Христе. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Меня зовут Джоэл Реннер. Я хочу выразить благодарность всем нашим партнерам, партнерам служения Река Реннера. Ваша помощь меняет жизни бездомных детей. Москва это город, принимающий более 20 миллионов человек. Здесь много нуждающихся детей, особенно тех, кто оказался на улице. Благодаря поддержке партнеров мы можем помогать Дому Милосердия оказывать влияние на бездомных детей в Москве. Дом Милосердия стал приютом для сотен таких детей. Его работа помогла спасти детей от улицы или других сложных ситуаций и дала им шанс изменить свою жизнь. Один из наших подопечных, Витя, был оставлен в квартире под присмотром собак, но ему была оказана помощь Дома Милосердия. Подобное явление называется синдромом Маугли, ссылаясь на персонаж из классической книги «Джунглей». Благодаря вашей поддержке и работе Дома Милосердия, Витя сейчас здоровый ребенок, который ходит в школу. Он восстановился после долгих лет духовной, эмоциональной и физической заботы своей любящей семьи. Это лишь один пример того, как Дом Милосердия помог сотням детей восстановить свою жизнь и исполнить свое предназначение. Все это возможно благодаря поддержке наших партнеров. Вы хотите стать партнером, чтобы мы могли продолжать влиять на жизни таких бездомных детей, как Витя. Есть множество детей, которые нуждаются в помощи Дома Милосердия. Вы можете позаботиться о них сегодня с помощью своего даяния. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране. Любое ваше даяние поможет нам продолжить работу в жизни таких детей, как Витя. «Без покаяния нет спасения». Христианину же готовность к покаянию нужна всю жизнь. Поэтому вы должны знать, что такое покаяние, чем оно не является и как его совершить. Это наш подарок вам. Мы хотим, чтобы эта замечательная книга была у вас. Мы убеждены, что она изменит вашу жизнь. Эта книга сейчас доступна для скачивания на сайте ignc.org в разделе «Книга в подарок». Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Паста Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.